Победители конкурса на лучшую научную работу студентов Казанского университета действительно избранные лица вузов. Ведь лишь 43 работы было выделено среди тысяч научных исследований студентов. Очень хорошо подняли настроение, подняли самооценку, потому что наградили нас, мы не ожидали. Спасибо университету, мы очень довольны. В научных исследованиях студентам не обойтись без помощи своих главных наставников, научных руководителей. Некоторые из них работают со студентами по многу лет. Например, профессор Рафаэль Сунгатолин координирует студента Института геологии и нефтегазовых технологий уже пять лет. И за это время, признается профессор, можно успешно наблюдать развитие студента. Ведь они вместе представляют его работы на конкурсе уже четыре года подряд. Молодые люди, имея какие-то ориентиры, я думаю, что это для них очень важно. Я не говорю про материальное вознаграждение за какую-то работу, а в отношении того, что он достигает вот эти ступеньки отдельные, которые нужно всегда проходить. То есть подниматься все время вверх и зная, что вот эта цель, она существует. Вот эти вершины всегда нужно брать, поэтому мотивация это и есть вершина. Среди студентов существует стереотип, что научные работы трудно сделать интересными. Но эту мысль с легкостью опровергают исследования, представленные на награждение. Например, студентки первого курса магистратуры Института социально-философских наук и массовых коммуникаций изучили тенденцию child-free в современной России. Мне кажется, что прежде всего все зависит от темы, которую вы выбираете. Если тема вам интересна, если она актуальна для вас прежде всего, и прежде всего от того, как вы ее подадите окружающим, публике, от того и зависит, будет она интересна или нет. Это самое главное. Вот так легко и интересно можно провести целое научное исследование. Попробовать свои силы каждый сможет уже в следующем году. Анастасия Иванова, Владислав Михневский, Университет.